14 мая в Рязани произошло дорожно-транспортное происшествие, которое потрясло весь город. Ранним утром на улице Новоселов 24-летний рязанец, управляя автомобилем Chevrolet Lachete, не справился с управлением. В результате он совершил касательный наезд на автомобиль Renault Logan, а затем врезался в пешеходов, стоящих на остановке общественного транспорта Шереметьево. В результате аварии пострадали три человека. 62-летняя женщина от полученных травм скончалась на месте аварии. Двое других пострадавших были доставлены в медицинские учреждения. Причиной трагедии стало то, что горе-водитель сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. После наезд на пешеходов водитель совершил столкновение с палаткой, которая расположена на остановке общественного транспорта. Водитель автомобиля Chevrolet Lachete оказался в состоянии алкогольного опьянения. Спиртные напитки употребляли? Употребляли. Так, не справился с управлением, и что произошло дальше? Я уж не помню. С правой стороны, с пассажирской, водитель попытался, ну, открыл дверь, посмотрел на женщину и обратно закрыл. Через пять минут он вылез через заднюю дверь, с правой стороны. Вот, вылез, обошел свою машину, посмотрел. К женщине не подошел. Все аспекты ДТП в этом случае ясны, как белый день. Пьяный водитель – высокая скорость. Но стоит обратить внимание на еще один нюанс. Бордюр, обозначающий зону остановки транспортных средств, отсутствовал именно на том пятачке, где и произошла трагедия. Если бы оградительные камни были установлены хотя бы на пару метров в сторону, автомобиль просто не смог бы преодолеть это препятствие. Но бордюра там не оказалось. И таких незащищенных зон в нашем городе хватает. Но зачастую пассажиры общественного транспорта сами не соблюдают банальных правил безопасности, предпочитая ожидать свою маршрутку или автобус на проезжей части. Чем при этом руководствуются граждане, вопрос скорее риторический. Пойди пойми русскую душу. Может бояться не успеть? К сожалению, в часы пик на улицах города Рязани на остановках общественного транспорта скапливается достаточно много граждан, которые ждут свой транспорт. И часто многие из них ведут себя, подвергая себе опасность. Они выходят на дорогу, в том числе достаточно далеко, и могут попасть не только под общественный транспорт, а еще и под мимо проезжающий. Хотелось бы таких граждан предостеречь, еще раз напомнить, что никуда без вас общественный транспорт не уедет, и если вы не сможете войти в этот, войдете в следующий, не стоит подвергать свою жизнь опасности. В общем, от несчастного случая никто не застрахован, и все же во многом наше благополучие зависит от нашего же благоразумия.